груша из посылки вот когда вы получаете мои дни сейчас конечно не то время чтобы торговаться или там рекламировать свои черенки да увидели какие черенки ожог а я когда получал вот это из посылки понимаете вот раз черенок а он сантиметров 25 даже 30 вот такой вот а он может быть он весь такой был тогда вот эта нижняя часть нормально на прививку а может быть просто ветка была метровая от а столько отрезали мне а остальное себя оставили вот эта отрезана она не годится на прививку а доказать что вот она она растет 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 и никак не вырастет почему потому что это верхушечные почки вот я все-таки привил скорее для того чтобы доказать что она ни хрена не это Потому что тот, кто мне высылал, он просто верхушки отрезал. Вот. А я видел, что отрезал верхушки. Ну, все-таки от жадности привил. Вот результат. Они не годятся ни на прививку, ни как будущее деревья. Ну, разве что она еще жива. Если ветку даст, она никак не даст ветку ростовую. Видите, ростовых веток нет. Вот. Ну, жива. Она сразу окуклилась с первого, второго года жизни. Начала сразу давать ветки не на прививку, а на плодоношение. Лудовые веточки. Вот вам пример. Это я к тому, что у нас учеба. И вы сегодня узнали лишний раз, что верхушечные почки. С верхней третьей точно не годятся. Ну, крайний случай, с середины ветки. На верхней треть не годятся. Получается, они полноценные деревья. Они появились во второй половине лета. И совсем не предназначены для того, чтобы стать ростовыми. Так. А вот здесь я не успел. Годом раньше... Вот я просто физически не успел. Годом раньше я вам показывал и говорил. Здесь были... Вот прямо на этом месте были сотни дырочек. Дырочек. Вокруг были немножко песочка. Холмики песочные. Я говорил. Отгадайте, что это такое. Никто не написал, что это червячные ходы. А в этом году засуха. А в прошлом году... Эти самые... Эти ходы были, я их называю, аварийные. Их было много. Их было сотни. Густо-густо. Вот так вот. На таком расстоянии. Вот. Я просто наблюдательный. Я следую за этим процессом. Дожди. Всё. Спасайся кто может. И... Это были ходы для муравьев. Для червей. А в этом году ни одного дырочки. Всё скрыто под землёй. Вот. Потому что дикая засуха. Они сейчас там. Поглубже. Иначе просто вымрут. У них две беды. Засуха. И вторая беда. Ещё страшнее. Наводнение. Думайте, когда поливаете. По принципу. Чем больше налить. Чем больше под деревом налить. Тем, наверное, лучше расти будет. Вот. Это я в другое время снимал. Опять же этот. Тот же самый. Забыл фотографию убрать. Калкала на видную яблони. Вот. Видите. Это тоже мой сад. Я когда-то этот. Мальчурский абрикосы. Замечил тем. Что я в него привил. Ветку. Академика. И ветка три года. Жила на черты погибла. Не дав урожай. Но листья после этого. Увеличили в три раза. И дерево стало очень похоже. На академика. Вот. Ну, потом. Опять оно задичало. Там гены. Я это называю. Бродячие гены. Блуждающие. Сам не знаю. Что там внутри творится. И тут вдруг вылезла. Две вот эти побеги. Почему я вам их показываю. Потому что ненависть. Вот к этим вот. Это будущее крона. Когда-то дерево погибло. Тут может быть отпилить. Да. Чем ниже. Тем. Ну, это. Более. Ну, как сказать. Вот эта часть. Намного легче переносится. И намного. Как. Длиннобойче. Длиннобойче. Чем вот эта часть. И вот эти вот ветки. Тесан-волчки. Это самая ценная вещь. В данный момент. Это в старом. Маньчжурском обрекосе. Которому скоро 30 лет. Который был на испытании. После того, когда погиб на нем. Академик. Три года пожил. Оно потеряло морозостойкость. Покрылось этими самыми ранами. Я их отрезал. Они снова. Обратите внимание. Как я отрезал. Никаких ран на кольцо. Запомните. Передайте соседям. Всем. Вот. Вот так надо отрезать засохшую ветку. Вот так. Не режьте тут никогда. Вся эта система. Наша научная. А эта обрезка. Это одна из. Так сказать. Аплодисменты. Как же без нее. Это дерево же. Погибнет. Если калечить не будет. А если уж калечить. Только на кольцо. Это одно из основополагающих. Приемов. Обрезка на кольцо. Это. Вслед за той ошибкой. Что деревья жрут. Живые деревья жрут. Грибы. А них не жрут. Вот это вторая основополагающая ошибка. Страшная. Страшнейшая. Вбитая в мозги. Уже не миллионам. Садоводов. Не. Миллион это много. Десяткам миллионов. А если брать все СНГ. Как она сейчас называет. Бывший СССР. То сотня миллионов. Понимаете. Вбитых в башку. И вот это третье. Это может быть по важности не третье. Первое я сказал. Что грибы не жрут. Живые. Вот эти же листья. Не жрут. Только когда. Смертвитивно на них появится. А вот это тоже одна. Это же страшный сон садистов этих. Страшный. Уничтожить. Уничтожить. Пусть без новой кроны дерево погибает. А это просто я шел мимо. Увидел свеженькие побеги этого года. Вот так спасается дерево. Ну взял и сфотографировал. Вот это интересно. Вот эта ветка. Когда-то. Когда было этот самый. Большой урожай на ней. Это крупноплодные эти абрикосы. Евразия 21. Так вот. Ой. Я заговариваюсь. Слива. Слива. Вот. Я взял. Просто наблюдал. Могла сломаться. Она клонилась. Клонилась. А дерево нормально. Пропорционально. Только одна ветка вот выделила. И клонилась. И клонилась. И клонилась. А урожай ее не сломал. Но когда урожай убрали. Она так и осталась. Так вот. Еще один жуткий сон. Немедленно отрезать. Требуется на ухо. Немедленно. Я говорю, господи. Ну вот. Висит ветка. Вниз лицом. Или как. Головой вниз. Ну. Отстаньте вы от них. Ну пусть себе растут. Пусть дальше подозят. Насколько можно идиотством заниматься. Ну. Ой. Не могу. А вот это вот уже мои свежие примеры. Абрикос. Культурный абрикос. Третий этаж. Знаете, что я привил? Правильно? Нику. Я научил. Я же, я как учись. Спирай этот меня в мордой ткнул. То, что мои эти черносливы чернобаев натыкал на абрикосы. Урожай это отборное. Погибать не собираются. Листья чистенькие, здоровые. Побеги длинные. Значит, эти плоды порозовели и стали слаще. Испортил. Я обиделся. Обиделся. И уже, заметьте, уже не со своих этих венгерок у меня их полно. А поехал к нему и сказал, ну-ка, режь. Я тебе нарезал на венгерок. А теперь венгерки привиты на абрикосе. Вот с них ты мне теперь на абрикосе. А он привал на, то есть, серафим или байя. Я забыл. Вот. И получил приказ. Вот теперь гони мне чернки. Он мне нарезал несколько чернков. Срезал. Что я сделал? Привил на абрикос. Век живи, век учись. Я не стыжусь. Умыл он меня. Умыл. Ничего. Выживел. Я, кстати, никогда не завидую ни ему. У Филиппе вот такие абрикосы. Я всегда с восхищением. И помогал ему и продавать, и рекламировать. И всех, всех, всех наших ребят. Вот. И без меня бы... Продолжение следует...